МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Ирины Ромбальской. Здравствуйте! Главное политическое событие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Сегодня в Минске начинает работу летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В белорусскую столицу уже прибыли более 600 гостей. Крупный форум «Наша страна» принимает впервые. Участие в открытии сессии примет и президент Александр Лукашенко. Встретится с руководством ОБСЕ. Повестка сессии продиктована временем. Участники обсудят самые острые вопросы. Терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты. Освещать это событие сегодня мы будем в режиме прямых включений. На месте уже работает съемочная группа СТВ. И я передаю слово моей коллеге Ольге Петрашевской. Ольга, здравствуйте. Какой информацией вы владеете на этот час? Доброе утро, Ирина. Мы начинаем свою работу в прямом эфире от Дворца независимости. И в течение дня будем рассказывать о важнейшем политическом событии, к которому приковано внимание и объективы десятков, если не сотен телекамер со всего мира. Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ откроется уже через несколько часов. И если говорить неофициальным языком, обсуждение на форуме поможет и в какой-то степени подскажет правительствам десятков стран, как реагировать на вызовы и угрозы, которых в мировом сообществе становится все больше. В глобальном обсуждении примут участие около 700 политиков из 57 государств. И замечу, что самые многочисленные делегации из США, Германии и Италии. Накануне в Минск прибыла и глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Мутанин. И она отметила, что Беларусь сегодня является не просто мостом между Востоком и Западом, но и важной международной площадкой. И, судя по всему, Мутанин уже сверила политические часы с белорусскими парламентариями. И сейчас я предлагаю послушать мнение главы парламентской ассамблеи ОБСЕ. Работы предстоит очень много. Мы будем много общаться с нашими белорусскими коллегами-парламентариями, с которыми нам не надо выстраивать доверие, поскольку оно уже есть. Мы прошли этот процесс. Мы будем рады обмениваться идеями с нашими коллегами, рады работать вместе. Минск уже давно стал площадкой, где обсуждаются вопросы по построению мира. Повестку нынешней летней сессии можно разделить на три блока. Если тезисно, это политика и безопасность, наука и экономика и права человека. И вот по каждому из этих направлений парламентариям и предстоит выработать стратегию поведения. Ну, а уже общую черту подведут в итоговой Минской декларации. Именно в этом документе будут прописаны рекомендации для национальных правительств и парламентов. Но в декларацию войдут также несколько дополнительных резолюций. В частности, наша страна подготовила предложение по борьбе с психоактивными веществами. У белорусских специалистов серьезный опыт в противодействии наркотрафику. Но, кроме того, наши парламентарии выступили с авторами других резолюций, разработанными коллегами из США, России, Азербайджана. И все эти документы, по сути, станут таким своего рода зеркалом, отражающим реакцию международного сообщества на самые актуальные и серьезные проблемы. Такие, как, к примеру, борьба с терроризмом или дискриминация на религиозной почве. И то, что столь значимый форум проводят именно в Минске, подтверждает репутацию Беларуси как надежной диалоговой площадки международного уровня. И сейчас я предлагаю послушать мнение участников сессии. Очень важно, что Минск стал площадкой такого форума. Я ценю эту роль, которую Беларусь играет в установлении мира в Европе, поскольку она зачастую выступает в роли посредника в разрешении важных вопросов и конфликтов. И я надеюсь, что эта роль будет расти. Швейцария будет и дальше оказывать поддержку Беларуси во всех начинаниях. И мы надеемся, что наше сотрудничество будет только нарастать. В повестке сессии различные вопросы, от политических до экономических. Это и анализ ситуации в различных регионах стран-участниц ОБСЕ, и развитие зеленой экономики, и много других вопросов, которые действительно очень сильно влияют на безопасность стран ОБСЕ. Добавлю, что еще до начала форума глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттанин предложила именно на нынешней сессии создать специальный комитет по борьбе с терроризмом. Изменения, которые, к сожалению, диктует время. Все чаще мы слышим о терактах именно в тех странах, до которых, как казалось раньше, взрывом просто не докатиться. Ну, по сути, на наших глазах меняется миропорядок, и под эту ситуацию, конечно, подстраивается и большая политика. Так что в Минске в очередной раз будут обсуждать мир на мировом уровне. Ирина? Спасибо, Ольга. День обещает быть насыщенным. В следующих выпусках мы ждем от вас новых подробностей о работе летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. На полях форума запланировано много встреч. Так, уже ранним утром состоялся разговор председателя Нижней палаты Белорусского парламента и его коллеги из Черногории, главы Скупщины. Иван Браевич и Владимир Андрейченко обсудили перспективы сотрудничества двух государств. Особое внимание стороны уделили сферам туризма и экономики. Отмечу, в прошлом году 36 тысяч белорусов посетили Черногорию. А взаимный товарооборот между странами составляет 2 миллиона долларов. Между Белоруссией и Черногорией есть много общего. Мы также выступаем за поддержание мира в регионе. Это очень важно. Но нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество. Наши отношения имеют глубокий потенциал. Добавлю, в рамках летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ намечены встречи с депутатами США и Румынии. Планируется официальный визит делегации Туркменистана. Англоговорящие волонтеры будут работать в столице во время проведения сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Консультировать на английском будут, например, в аптеках. Формация без языкового барьера будет доступна как вблизи мест проведения заседаний, так и около гостиниц, в которых проживают участники мероприятия. Медобеспечение высоких гостей будет также проводиться с привлечением специалистов со знанием иностранного языка. В Минздраве подготовлено 40 англоговорящих волонтеров из числа студентов и преподавателей Белорусского государственного медицинского университета, которые будут оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи, специалистам, работающим в местах проживания, а также в аптеках. Круглосуточные врачебные медицинские пункты работают в гостиницах, где разместились участники сессии парламентской ассамблеи. Один день на производстве сегодня. Впервые к сборке тракторов МТЗ приступят туристы. Чтобы детально изучить работу промышленного гиганта, гости попробуют свои силы в цехах и у конвейеров. Им предоставят возможность выполнить несколько операций, в том числе установку элементов рулевой тяги. В полной мере почувствовать себя настоящим производственником поможет и фирменная одежда, и ее туристы также смогут примерить. В самой первой команде по сборке тракторов пять человек. Среди них гости из США и Швейцарии. Уже после все механики получат сертификат, а тракторы выставят на продажу. Лучшие игрушки СССР разместились в Могилевском краеведческом музее на выставке более 300 экспонатов. То, с чем играли несколько поколений советских детей, когда еще не было компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов. В центре экспозиции мечта любого советского мальчишки. Педальные машинки со светящимися фарами. Здесь же трехколесные велосипеды, лошадки-качалки, танки, солдатики и даже луноход на пульсе управления. Наступила какая-то прям ностальгия. Все так вспомнила с детства. Все эти игрушки, все это так красиво, необычно. Каждая игрушка, она направлена прежде всего на развитие ребенка. Это замечательные конструкторы, замечательные настольные игры, различные куклы. Если уж говорить с сегодняшним языком, то все они экологически чистые. Сделаны из экологически чистых материалов. Многим из экспонатов уже более полувека. Все они из частных коллекций. Выставка пользуется большой популярностью. Взрослые вспоминают детство, а дети знакомятся с игрушками своих родителей. Мы продолжаем следить за развитием событий, репортажей, эфирных видео всех программ. В любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Присоединяйтесь также к нашим группам в социальных сетях. Следующий выпуск в 13.30. Я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры сделал DimaTorzok